Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, мой канал в YouTube. Я рад приветствовать вас в моей рубрике новой, коротко о главном по здоровью. И сегодня по многочисленным просьбам речь пойдет о цинке. Ну что ж, все вы слышали, медь и цинк, медицина, как бы сложно сочиненное слово, состоящее из двух маленьких слов, медь и цинк. Пусть это только созвучие, но что-то сакральное в этом все же есть. Действительно, это два важнейших минерала. Но сегодня речь пойдет о цинке. Зачем он нужен в организме? Для решения каких задач он необходим? Что происходит при его недостатке в организме? Об этом я сейчас вам и расскажу. Это очень важная тема, я надеюсь, вы потом расскажете об этом другим людям, чтобы они это тоже знали. И, конечно же, я расскажу, какими способами можно восполнить дефицит в организме цинка. Особенно эта тема важна для веганов-сороедов, хотя в наши дни при таком повальном синдроме раздраженного кишечника, дисбактериозных состояниях, это важно без исключения всем людям. Так какие же проблемы возникают при дефиците цинка в организме? Ну, во-первых, это выпадение волос, чрезмерное выпадение волос. Конечно, выпадение волос бывает по разным причинам, среди которых и дефицит витамина группы В, дефицит биотина. Кстати, в этом смысле используйте, принимайте кератин, если есть проблемы с биотином, а также с коллагеном. Это может быть подкожный клещ из заболевания, вызываемое им демодекоз. И другие причины, но чаще всего это дефицит цинка. Ну, как следствие, это может быть не только выпадение, но медленный рост волос. Дефицит цинка, кстати, провоцирует образование перхоти в большей степени. Чем это было бы при его достатке? Второе, язвочки во рту. Они могут быть по разным причинам бактериальной грибковой инфекцией, но очень часто бывают из-за дефицита цинка. Вирусы, бактерии, грибки активнее размножаются и воздействуют на организм, на все клетки его, если есть дефицит цинка. Цинк – это микроэлемент, входящий в состав более 300 ферментов. Он очень важен для построения многих белков и гормонов, в том числе половой сферы и не только. Он очень важен для иммунных клеток, для выполнения ими своих задач по защите организма. Он жизненно необходим для формирования нормального развития и выполнения своих задач лейкоцитов, белых кровяных телец, это такие форменные элементы крови, составляющие часть нашей иммунной системы. То есть, мало цинка, слабый иммунитет. При недостатке цинка снижается темп роста детей. Цинк ослабляет вирусы, тем самым укрепляется иммунитет, помните об этом. Цинк ускоряет выздоровление при реновирусах различных, ОРЗ, ОРВИ и, кстати, и это точно и научно доказано, при различных коронавирусах. А чуть дальше я поясню один очень важный аспект в связи с коронавирусами. Пятый пункт. При недостатке цинка притупляется чувство голода, хочется чаще и больше есть. Человек увеличивает жировую ткань свою, то есть происходит ожирение. А мышечная масса, наоборот, уменьшается. Шестое. Кстати, очень характерный признак дефицита цинка в организме, это такие белые кружочки, белые обесцвеченные участки на ногтях, пальцев, рук и ног, в основном рук. И, кстати, эти белые пятна характерный признак того, что вы едите слишком много быстрых углеводов, то есть глюкозы в первую очередь. Много сладкого, особенно если это синтетические сахара. Уменьшайте их количество непременно. Помните, что цинк расходуется в огромных количествах при потреблении сладкого. Если же есть стрессы в вашей жизни, плюс вы заедаете стрессы, особенно большим количеством сладкого, тогда этот процесс усугубляется, дефицит цинка будет большим, огромным. Просто происходит истощение запасов цинка в организме. Что бы вы ни ели. Также происходит расслоение ногтей, это тоже характерный признак на руках и ногах часто. А также возникает риск сахарного диабета. Седьмое. Также яркий признак дефицита цинка в организме, это потери обоняния и вкусовых ощущений. Вспомните теперь о коронавирусе. Помните по телевидению главные признаки, очень у многих людей, это потери после перенесенной инфекции, обоняния. Восполняя запасы цинка. Особенно это необходимо, принимать дополнительное количество цинка при острых респираторных заболеваниях, вирусных, тем более при коронавирусе. Это просто жизненно необходимо. Восьмой пункт. При дефиците цинка возникают проблемы с кожей. Не такие, о которых я рассказывал, когда наблюдается дефицит серы, то есть морщины, вялая кожа, рыхлая, особенно при потере жира, она как бы не подтягивается, а висит. Так вот при дефиците цинка возникают, или активнее, скажем, развиваются, возникшие по другим причинам, различные дермозаболевания. От дерматитов и до различных прочих. Девятый пункт. Для кого-то он будет первым. Это недостаток, либо низкое содержание тестостерона и либидо. Это огромные риски возникновения аденомопредстательной железы, простатита и, как следствие, уже онкологии. У женщин могут быть преждевременные роды, рождение ослабленных детей. Может возникать стерильность у женщин и мужчин. Ну и, разумеется, нарушение репродуктивных функций в целом. Десятый пункт. Помните, из чего я начал. Важнейшая проблема сегодняшнего дня – это дисбактериозные состояния. Это синдром раздраженного, дырявого, перфорированного кишечника. Эти видео обязательно посмотрите мои непременно. Так вот при этих состояниях всегда наблюдается дефицит цинка. И дефицит цинка может приводить к этим состояниям. Поэтому это некий замкнутый круг. Взаимообратная связь. Одиннадцатый пункт. При дефиците цинка плохо усваивается витамин А, что, в свою очередь, вызывает проблемы со зрением. Снижается острота зрения. Возникают нарушения работы глазодвигательных мышц. Ну и, как следствие, близорукость либо дальнозоркость. Помимо, в результате ослабления иммунитета общего и истощения резервов организма может наблюдаться повышенная усталость, утомляемость. Нарушение памяти, нарушение сна, раздражительность и состояние депрессии. А также помните, что яркими характерными признаками, в том числе дефицита цинка, является плохая заживляемость ран, медленная. В целом, более быстрое старение организма, а также накопление многих тяжелых металлов, свинца, кадмия, в больших количествах, чем это могло бы быть при нормальном содержании цинка в организме. Много проблем, не правда ли? И что же с этим делать? Как быть? Я отвечу на этот вопрос прямо и четко. И прямо сейчас. Нужно восполнять запас дефицита цинка в организме. Как это сделать? Пути два. Первый – с продуктами питания. Второй путь – с добавками, то есть с мономинеральными композициями в виде препаратов, капсул, таблеток и так далее, которые содержат цинк, но в определенной форме. Сейчас я об этом расскажу. Начну с продуктов, с первого пункта. Итак, перед вами сейчас будет три таблички, где вы можете видеть, в каких продуктах содержится цинка больше всего. На первом месте, конечно же, это устрицы. На втором месте – это тыквенные семечки. Ну, вернее, дрожжи, но все-таки это совершенно не продукт питания, и потому мы его пропустим, и поэтому все-таки я говорю о семечках тыквенных. В злаках, дорогие товарищи, цинк тоже присутствует, но его не так много. Впрочем, есть другая проблема. Наличие фитиновой кислоты и лектинов, о которых я твержу уже в лекциях 15-20 своих, эти вещества снижают запасы цинка. Они как бы антагонисты цинку в организме. Имейте это в виду. Поэтому, говоря о хлебе, например, вот это видео моё о хлебе, посмотрите, разумнее всего его выпекать из пророщенного зерна, тогда количество лектинов снижается. Ну, и такие подсказки, такого рода, я даю в других многих своих лекциях. Не ленитесь их смотреть, они жизненно важны. Жаль, что многие люди об этом не знают или понимают слишком поздно. Цинка, конечно, много в морской капусте. Безусловно, в фукусе, и потому я постоянно в том числе говорю о фукусе, потому что в нём есть все минералы. Но, безусловно, не все минералы есть в необходимых количествах, тем более, если у вас есть уже дефицитные, тотальные дефицитные состояния по некоторым из них, из минералов. Кстати, повышенная кислотность желудка, кишечника, организма в целом, уменьшает содержание цинка, увеличивая его расход. И потому, помните, не закисляйте свой организм. Кофе, газированные напитки, содержащие сладость, ортофосфорную кислоту и прочая гадость, в том числе тяжёлая животная пища, животные белки, это всё сильные закислители. Они закисляют организм избыточно. И тогда расход цинка и многих других минералов увеличивается, возникают дефицитные состояния. Не рассчитан на это человеческий организм. Да, амаранг, конопля, мак содержат большое количество цинка. Можно потреблять и их. Но помните, что желательно семечки употреблять, семена, в пророщенном виде, потому что в виде спящем в них всё-таки есть определённое количество лектинов. Это такие высокомолекулярные белки, которые вызывают воспалительные процессы. И если у вас воспаления в организме уже есть какие-то, то тогда, конечно, ограничьте их количество. Или вовсе лучше не потребляйте. Что же тогда делать? Да, мы себя загнали в этот искусственный мир, фактически убив природу, изменив многие биохимические процессы, химизировали сельское хозяйство за последние десятки лет, даже около ста. Возникли те проблемы, которых не было раньше у наших предков. И нам надо в этом искусственном изменённом мире каким-то образом приспосабливаться, быть здоровыми, по крайней мере, стремиться к этому. И в этой связи есть второй путь. Это не из продуктов питания, тем более, если у вас дисбактериозное состояние, тем более, если есть тотальный дефицит цинка, тем более, если вы не можете норму в 15-25 миллиграмм в день потреблять цинка. Как же тогда быть? И на помощь здесь придёт цинк в виде мономинералов. Я часто раньше советовал вам просто что-то купить в аптеке, например, фирмы Solgar или аналоги хорошего качества препараты. В данном случае я могу дать вам совет потреблять очень качественный цинк и гораздо дешевле, чем той же фирмы Solgar, купленный в Коралловом клубе. Я не все далеко продукты Кораллового клуба советую и, что называется, рекламирую. Я об этом говорил и год, и 10 лет назад. Конечно, нет, но есть среди них очень хорошие. В первую очередь, это некоторые монокомпоненты. Например, цинк, который продаёт компания Коралловый клуб, содержит глюканат цинка. И эта форма существования микроэлемента усваивается полностью и не наносит никакой вред для желудочно-кишечного тракта. Кстати, чтобы это ещё было вам выгоднее со скидками, под данным видео я дам ссылочку на регистрацию, кто ещё не зарегистрирован в Коралловом клубе. А при регистрации вам будет дан реферальный код и, собственно говоря, возможность покупать по клубной цене. Она на 20% ниже, чем цена, скажем, розничная, обычная. Ну, для членов Кораллового клуба. Поэтому вы можете по моей ссылочке зарегистрироваться. Ну и всем будет от этого только лучше. Вы, конечно, можете купить цинк какой хотите, и в аптеке, и где угодно. Я лишь говорю о той форме минерала цинка, которая усваивается хорошо. Ещё продукт очень качественный. Ну, всегда есть альтернатива, безусловно. Только нужно знать, альтернатива это только на бумаге или по факту хороша, и не принесёт ли это вред. Поэтому я либо вообще стараюсь не говорить конкретно, что потреблять, то есть продукцию какой фирмы, либо называю конкретно, при данном витамине, минерале, принимать такой-то препарат, такой-то. Если бы у нас в магазине был такой минерал в виде каких-то, ну скажем, концентратов, я бы это сказал. Безусловно, в фокусе, в спирулине, в хлореле, в каких-то количествах цинк содержится. И кто потребляет постоянно, у кого нет дефицита, у кого нет этих признаков, ну, конечно, можно не потреблять дополнительно. Но, ещё раз говорю, при всех тех проблемах, состояниях, при любых дисбактериозных состояниях, дополнительный приём цинка необходим. Если вы будете сдавать анализы на цинк, в том числе по волосам, ногтям, другие варианты, по анализам крови, то тогда, если будет дефицит или даже нижняя граница, увеличивайте содержание до верхней границы цинка в организме. Это очень важно. Итак, дорогие товарищи, я думаю, я раскрыл данную тему полно. Это вам поможет в будущем, это поможет вашим близким, знакомым, кому вы, я надеюсь, это видео отправите, чтобы они знали эту информацию. Ну, а насчёт приобретения цинка решайте сами. Если вы воспользуетесь тем советом, который я вам дал, то под моим видео, вот этим, который вы сейчас смотрите, будет ссылочка. Вы по ней зайдёте для регистрации в Коралловый клуб, а потом уже, когда вы зарегистрируетесь и получите вашу персональную скидку, клубную цену, вы можете зайти на официальный сайт компании Коралловый клуб, собственно, на тот же сайт, на котором вы зарегистрируетесь, по моей ссылке, и сможете приобретать нужные, необходимые товары. Ну, я советую, я сейчас говорю о цинке, безусловно. Ещё я могу дать совет, и когда-нибудь я сделаю отдельное видео о селении. Я часто в индивидуальных своих консультациях говорю об этом, ну, онкобольным, у кого есть опухоли, воспалительные процессы, потому что селен – это мощнейший антиоксидант среди минералов. И вот, кстати, в Коралловом клубе, уж заодно, если так, есть очень хороший именно селен. Поэтому эти два мономинерала, я советую потреблять, их можно потреблять совместно. То есть, в середине приёма пищи трапезы прервались, и два раза в день принимайте по таблеточке или по две. Дозировки вы посмотрите на упаковках, советы об употреблении там тоже есть. Можете при острых состояниях потреблять двойную дозу от рекомендованной. Ну, вот, собственно, и всё. Я надеюсь, видео вам понравилось, тогда ставьте лайк, поддержите это моё видео в рейтинге, чтобы я имел стимул снимать в дальнейшем такие же короткие и очень поучительные и важные видео по теме здоровья. Если вы не подписаны ещё на мой канал, я советую вам это сделать, а рядом нажать на колокольчик, чтобы при выходе моих новых видео вы на свою электронную почту получали уведомления о выходе моих новых видео, ну и не пропустили, которые вас может заинтересовать. Ну, а вам желаю всем хорошим, честно, порядочным людям крепкого здоровья, ну и до новых встреч, до свидания.